Друзья, наш корреспондент Павел Вудман сегодня с места событий покажет и расскажет, как произошло великолепное событие, как трогался поезд. Первый поезд из Москвы в Крым. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Павел. Павел Вудман. Я вот хочу вас спросить, что вы думаете об этом поезде? Вопросик все. Как вы думаете, имеет ли размер значения? Думаю, имеет значение качество. И все-таки молодое поколение сейчас учится, работает. И все-таки на самом деле это прекрасно, когда пожилое поколение может себе позволить покататься на новом поезде, когда они могут путешествовать, посмотреть вокруг. Всем добрый вечер, ребята. Сегодня такое грандиозное событие у нас происходит, как отправление поезда из Москвы, а конкретнее из Казанского вокзала до Симферополя в Крым. Пойдет поезд 2345, и, естественно, это масштабное событие. Мы постарались не обойти стороной, но сам лично я не смог туда поехать, к сожалению. Ну, поедет туда у нас один спецкорреспондент Павел Вудман. Я думаю, он задаст несколько вопросиков людям отъезжающим, да, и, возможно, провожающим. И что они вообще думают об этом поезде, и хотели бы они сами когда-нибудь побывать на этом поезде, прокатиться, а может быть уже и ездили. Ну, в общем-то, смотрим. Здравствуйте. Пока сейчас в Москве находится... Пока мы сейчас находимся в Москве, и здесь морозы, где-то там, на другой стороне железной дороги, солнечный край, Крым. И нам поможет попасть туда новый поезд, который следует через... Как его? Через Крымский мост. Как раз первый поезд от Москвы до Симферополя. И вот он, посмотрите. Он прекрасен, наверное. И я вот хочу вас поинтересоваться, что вы думаете вообще об этом, как его назвать? Я бы сказал... Я бы сказал гроб, конечно, да, но он, потому что больше похож на большой гроб. Но это все-таки поезд. Не называйте его так. Извините, но это все-таки масштабное дело, великое, я бы сказал. Что вы об этом думаете? Я думаю, что я поеду на нем первый раз, и сама хочу ощутить все эти ощущения непосторимые. А, то есть вы еще не заходили в него? Ни раз. И еще сейчас даже не заходил. А, вот оно как. Буду... Когда испытаю, обязательно можем повторить... Интересно, как она будет внутри. А, повторить интервью? Хорошо. Когда испытаю, да. А, это получается, вы у меня сейчас намекаете контактами, да? Нет, я намекаю на то, что вы можете меня встретить в... А когда приедете обратно? Нет. А, Симферополя? Ну, либо когда приеду обратно. Когда приеду обратно, попробую. Хорошо. И в последнем вопросе все. Как вы думаете, имеет ли размер значения? Думаю, имеет значение качество. Ответ? Ответ. Отличный ответ. Спасибо, все доброго вам. Взаимно. Александр, меня зовут Павел. Павел Бутман. Я вот хочу вас спросить, что вы думаете об этом поезде? Ну, мне очень приятно, что это первая поездка в Крым. То, что я в этом вообще участвую. А, вам нравится принимать участие в таком городе, в событии? Конечно, это я буду участвовать, по сути, в развитии истории России. Да. Круто. И вот еще вопросить можно? Да. Как вы думаете вообще, размер имеет значение? Размер чего? Размер поездок. Наверное, да. Это будет показывать масштаб того, как люди заинтересованы вообще вот этим... Вот этой поездкой. Ну, я электронно потом не взял вот этот самый... Спасибо, Александр. Все доброе. Как вы думаете вообще, что можно улучшить в этом поезде? Мы везли первый раз, взяли билет. У нас в Симферополь. А раньше были там? Раньше не были. Ребят, что делать? А, интервью с ним? Какое? Для кого? Для канала на YouTube. Ну, мы с Федосией. А, с Федосией, хорошо. Еще вот в последнем вопросе. Как вы думаете, размер имеет значение? Размер железной дороги я имею в виду? Конечно. А вы знаете, что длина этой железной дороги будет 2009-2009 человек? Ну, ничего страшного. Главное, на поезде, а не на автобусе. А, ну, замечательно. Спасибо. Спасибо, ребята. Всего вам доброго. Всего счастливого. Устанье. Знаете, вот у меня был как-то один случай. Пожилая дама как-то села, значит, как подсела ко мне в автобусе. И, значит, начался со мной разговор. Я думаю, блин, ну как бы мы с ней общаемся, общаемся. И вот как-то где-то через минут 20-30 она мне такая спрашивает. Говорит, а хочешь, говорит, поделюсь с тобой этим секретиком. Я такой, ааа, ну давайте. И она мне говорит, на самом деле я на автобусе катаюсь просто туда и обратно, говорит. Потому что мне просто нравится смотреть в окно. А вот я все время думал, миф это или это не миф? То, что бабки просто так катаются на автобусе туда-обратно. Ну, оказалось, то, что это не миф. Миф развеян. Это правда. Или, получается, мы подтвердили этот миф, да. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я хочу вот поинтересоваться, что вы думаете об этом поезде? Хорошее дело, очень много штрафов. Именно чтобы доехать от Москвы, Десипрополя на, ну, на единый, это... Ну, надо до Севастополя, конечно. А, с Севастополя? Нет, до тела из Боскополя. А, понял. Ну, я думаю, до Севастополя чуточку позже. А как вы думаете вообще, размер имеет значение? Размер чем? Размер поезда? Почему он не пришел на Севастополя? Ну, размер, в смысле, вообще этого поезда. Он же двухэтажный, имеет ли это значение вообще? Мы все время видим этот двухэтажный. А, да? А вы в первый раз его видите? Я вот его в первый раз ехать. А, понял. Мы только специально берем второй этаж, потому что, в отличие от первого этажа, когда люди видят, даже в стандартных поездах, только грязный перелесок, мы видим все поляло. А, ой, слушайте, это красный севастопольчик, это все вот, что я представляю. Я представляю. А раньше только со второй полки можно вот так вот не ехать, смотри. Да, сейчас я видела, что это реально. На уровне Севастополя. И последний вопрос, можно, да? Ну, что вы думаете, как можно его улучшить, этот поезд? Все нормально, все ништяк, все... Третье тоже. А, третье. А, и чтобы больше людей ездило. И чтобы еще выше. Я вас понял, спасибо большое. Приятного вечера вам. Я думаю, еще чуть-чуть, и повеет запахом вареных яиц и курочки. Прямо до Ярославки, все довезли. Охренеть можно. Здравствуйте. А что вы думаете об этом поезде? Мадемуазель. А-а-а-а. Ха-ха-ха. Спасибо. Ну, как говорится, счастливого пути. Друзья, не получилось у меня раньше немного смонтировать. Немножко тема уже, может быть, не так актуальна будет, поскольку поезд уже ушел вчера, а выкладываю видео сегодня. Ну, вот так вот как-то. Но, тем не менее, Павел Вудман решил завести свой блог. И обязательно подписывайтесь на его канал. Вот так вот ставьте по возможности. и, естественно, будет ссылочка в описании. Всем пока, хорошего настроения.